Добрый день, друзья! Сколько миллиардов потратил мэр Москвы Собянин на перекладку плитки сейчас в Москве в период в разгар эпидемии, когда у людей кончаются деньги? Где в России начинаются голодные бунты и погромы магазинов? И как украли те деньги, которые уже были выделены для малоимущих школьников некоторых регионов России? Обо всем этом в нашем выпуске. Вы на канале Аудио Статьи, с вами Павел Иванов. Друзья, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, делайте репост. Информации много, информация очень важная, актуальная. И главное, как со всем нам этим жить? Нам нужно пережить все эти непростые времена, остаться в своем уме, сберечь близких и использовать эту ситуацию для разворота нашей страны с пути деградации к пути развития. Итак, поехали! Пиздец, что происходит в магазине, петерочки. Приехали, разрушили саду. В начале эпидемии коронавируса в интернете было полно фейков на тему того, что магазины остаются совершенно без еды, полки пустые и так далее. Кое-где это было, но на самом деле на складах товаров было еще полно, полки быстро заполнялись, а некоторые ушлые блогеры, чтобы снять эти пустые полки, брали продукты, перекладывали их в другое место. Полка получалась пустая, красиво ее фотографировали, это выкладывали в интернет. Все это было, друзья, мы видели. Здесь ситуация другая. Здесь пришла группа из девяти человек, судя по данным, которые опубликованы в интернете, и просто начала громить все, до чего можно дотянуться. Они стали скидывать продукты с полок. Причем, зачем они это делали? Они ничего не взяли, ничего не унесли. Это было, проходит по статье хулиганство, друзья. На самом деле, это лишь один из примеров, который сейчас власть изо всех сил старается замолчать, чтобы мы не знали, что происходит в стране. Давайте приведем еще несколько примеров. В городе Грозный, где Рамзан Ахмадович Кадыров вел жесткий такой карантинный режим, говорят, что там даже людей палками разгоняли. На этом я настаивать не буду, утверждать не буду. Но там происходит подозрительный пожар в продуктовых именно магазинах. Неизвестно, причина пожара устанавливается. Вот неизвестно, что там такое случилось, именно в продуктовом магазине. Вот именно сейчас, когда коронавирус, все в режиме повышенной готовности, и вдруг пожар. Может ли власть за этой новостью скрывать что-то большее, что-то более интересное? Я думаю, вполне может. Это запись камеры в видеонаблюдении из магазина в Ельце, где 24-летний местный житель ограбил и разгромил продуктовый магазин. Добычей налетчика стали продукты питания и спиртные напитки. Инцидент произошел 1 апреля в магазине, специализирующемся на продаже алкоголя. Ну, казалось бы, здесь все понятно. Какой-то преступник в капюшоне, медицинской маске, привык там выпить то-сё. Вот сейчас у него возникли проблемы. Денег не хватает на выпивку. Он пошел в свой любимый магазин и решил его ограбить. А теперь вдумайтесь, друзья, какая разница, насколько этот чек адекватен. Просто подумайте, что во всех регионах страны таких людей хватает. И если еще вчера, неделю назад, месяц назад у них были финансы, чтобы свои низменные, какие угодно, как хотите называйте, потребности удовлетворить, то сейчас у него не остается выбора, кроме пойти и пограбить кого-то. Терпеть люди наши не привыкли. В Петербурге женщина с ножом пыталась ограбить один из магазинов. Несколько покупателей в середине дня стояли на очереди в кассе. Все соблюдали дистанцию в полтора метра, как обычно. Владельцы магазина для этого нанесли на пол специальные линии, мимо посетителей. К выходу попыталась пройти женщина в медицинской маске. В ее руках были продукты, творог и сметана. На это обратили внимание продавцы. Они потребовали, чтобы женщина остановилась и оплатила еду. Но вместо этого она побежала. Продавцы за ней с криками, что магазин грабят. Во время потасовки дама, которая пыталась вынести продукты, достала небольшой нож. Она закричала, что ей нечего есть, что ей нужна эта еда. И она ее заберет. Кто-то из посетителей хотел вызвать полицию, но другие покупатели просто предложили женщине оплатить ее еду. При условии, что она уберет нож. На этом инцидент был исчерпан. Скажите, а это вот тоже алкоголик, который привык к определенному образу жизни? Это как вам история? Друзья, три простые идеи. Первое. В нашей стране все больше людей, которые не могут купить себе еду. Второе. Эти люди будут все более и более радикализироваться, переходить к решительным действиям. Просто недовольно громить магазины или пытаться что-то украсть. В том числе украсть у вас. Обязательно предупредите об этом ваших близких. Детей и подростков, которых вы отправляете в магазин. Их могут ограбить и взрослые люди, и другие подростки, иммигранты. Кто угодно. Третье. Власть будет всячески это скрывать, чтобы не допустить паники. Вы окажетесь в информационной изоляции. Я не хочу призывать сейчас опять же к какой-то панике, какие-то бунты и так далее. Нет, друзья. Вы должны ориентироваться в ситуации. Вы должны знать, что если мы привыкли за последние годы относительно спокойно жить, у нас криминалитет был не так активен. Сейчас он начнет набирать обороты вплоть до уровня, который мы видели в 90-е годы. Я вспоминаю свое детство, когда меня в 90-е годы отправляли в магазин за хлебушком и десяток яиц купить. Друзья, я шел только по людным улицам, шел там, где ярко светят фонари и так далее и тому подобное. Эти простые правила безопасности должны вернуться в нашу жизнь, если вдруг вы привыкли жить спокойно и ничего не опасаться. С другой стороны, вполне понятно, почему люди становятся все более и более недовольны деятельностью именно магазинов. Вот в чем причина. Взлетели цены на лимоны и исчез из продажи имбирь в Брянске. Куда же это интересно он исчез? Почему это лимон за килограмм стоит уже 420 рублей? Все очень просто. Магазины используют все возможности, чтобы извлечь дополнительную прибыль. Через неделю поисков смог найти в одном из московских магазинов имбирь и купил имбирь. И он стоит всего не 7 тысяч, как в других местах, а всего лишь 530 рублей за килограмм. Замечательно, я просто счастлив. Чувствую себя имбирным магнатом. Вы, друзья, следите за курсом имбиря. Естественно, те продукты, которые не попадают на полку, то есть вот имбирь, он исчез из продажи. Почему? Потому что магазины знают, что за резкое повышение цен их могут привлечь к определенной ответственности. И в это самое время, когда в стране дикими темпами нарастает социальная напряженность, когда у людей личные семейные проблемы, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, мэр богатейшего вообще города, который просто огромнейший имеет бюджеты, выступает с речью 2 дня назад и говорит следующее. Мы не можем всем помогать, иначе у нас бюджеты треснут. Цитата. Дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут. Они не смогут даже обеспечить систему здравоохранения и так далее. Сергей Семенович Собянин, это тот человек, который как раз сейчас выделил 5,3 миллиарда рублей на плитку и асфальт. В Москве, несмотря на все карантины, несмотря на острую нехватку бюджетных средств для помощи людям, друзья, они продолжают закатывать деньги в улицы. Я не знаю, может, это они таким способом пытаются поддержать иммигрантов, которым тоже нужно работать, зарабатывать деньги. Может, они пытаются волнение выходцев с бывших советских республик, понимаете, или сдержать таким образом. Но мне почему-то кажется, что дело совсем в другом. Может быть, дело в том, что Собянин имеет определенный финансовый интерес во всех этих вопросах. Деньги, которые выделили на благоустройство города, отдадут, например, компаниям Зарком и группе компаний ЕКС. Первая заработает 1,6 миллиарда рублей, и она связана с миллиардерами Андреем Бакаревым и Искандером Махмудовым. Вторая 2,4 миллиарда рублей. И, как сообщили СМИ, она связана с семьей Ротенбергов. Как раз сейчас, как пир во время чему, мэрия объявляет новые тендеры на благоустройство Северного округа. 1,8 миллиарда рублей. Благоустройство улиц в районе Шоссе-энтузиастов. 609 миллионов рублей. Парков в Юго-Восточном округе. 533 миллиона рублей. Пешеходные зоны в Юго-Западном округе. 1,4 миллиарда рублей. Переулки рядом с Садовничьейской улицей. 415 миллионов рублей. Общественные пространства в Западном округе. 581 миллион рублей. Ну и, наконец, самое восхитительное. У нас бюджеты треснут. Запомните эту фразу. Бюджеты треснут. В Москве с размахом отметили, салютом отметили годовщину освобождения Братиславы. Друзья, вы часто думаете про Братиславу, про ее освобождение? Вот именно сейчас, когда людям, некоторым становится нечего кушать, они устраивают салют в честь освобождения Братислава. Первый канал с гордостью рассказывает о том, как это было, как это все прекрасно, как замечательно. А в соцсетях, куда не посмотришь, люди спрашивают, это что такое? Это пир во время чумы? У них вообще с мозгами что происходит? Может быть, это не коронавирус, а какой-то менингит или энцефалит, который повреждает мозговую оболочку? Друзья, как вы считаете, что треснуло у Собянина? Что происходит с Москвой? Хотя есть вещь, за которую Собянина надо похвалить. Прям молодец, красавчик. На своем запасном канале, кто еще не подписывался, обязательно подпишитесь. Я уже показывал вам вот эти кадры. То, что на работе, в школе. Сейчас мы раздаем продуктовые наборы для детей, кто должен получать бесплатное питание в школе. Это дети инвалиды, из малообеспеченных семей, из многодетных семей. А им сейчас выдаются продуктовые наборы взамен питания, которые они получают в школе. Продуктовые наборы это рис, гречка, сгущенка, консервы, несколько пакетов молока литровых. Значит, вот две такие коробочки, выдается за одного ребенка, как я понимаю, за неделю. Итак, друзья, аналогичные наборы, оказывается, должны были закупить не только в Москве. Аналогичные наборы должны были закупать и в других регионах. И от этого у меня просто, простите меня, кулаки сжимаются. Вот смотрите, школы Волгоград на отправку, сухпайки, вот смотрите, печенье овсяное, шоколадное, печенье песочное в доме, крупа рисовая, геркулесовая, макаронные изделия, сахар, растительное масло, мясо тушеное, сардины, молоко ультропастеризованное, нектар, чай пакетированный. Вот это очень похоже на то, что в Москве раздают. Друзья мои, а теперь посмотрите, что им реально прислали. Манная крупа пакетик, сахар пакетик, одна большая морковка и килограмм или полтора картошки. Это не шутка, это то, что реально прислали. Вот, если вы думаете, что это фейк, вот мне на почту прислали уже другие люди, не из средств массовой информации, вот мне прислали лично морковка, картошка, манка и сахар. Это что такое? Пользуясь своей возможностью, я прошу Генеральную прокуратуру, Средственный комитет заняться вопросом, почему официальная, вот бумажка, хотя это, конечно, не официальная бумажка, но я, если меня запросят, я ее вышлю по адресу и дам координаты человека, кто мне это прислал. Вот, что должно было быть выдано в Волгограде, вот оно, видите, вот, перечень. Очень похоже на правду, потому что то же самое в Москве раздаем сейчас. И вот, что выдали реально, вот оно. Вы видите разницу, вы чувствуете разницу? Даже то, что раздают в Москве, это далеко от полезной пищи. Конечно, не хватает свежих там фруктов, овощей, хоть каких-то, хотя бы пусть консервированных там или там сушеных, ладно, без разницы, это уже роскошь, это уже блажь, все, забыли, я ничего такого не говорил. Простите, где то, что было обещано, то, за что потрачены бюджетные деньги, почему выдают какие-то плесневелые овощи, почему мне пишут, что в манной крупе водятся личинки насекомых, как будто их уже поедали жучки. Это что такое? Это нашим школьникам, вот это помощь нашего государства, нашему народу? Ну тогда неудивительно, что у нас начинают громить магазины, неудивительно, что женщины берут молоко и творог и пытаются выбежать из магазина, она даже не знает, как воровать. Она никогда этого не делала, но реально нечего есть. Поэтому добрые петербуржцы, кто был в очереди, они сказали, давай мы тебя оплатим, ее отпустили. Что у нас вообще в стране происходит? Где у нас власть, которая должна сейчас выделить наши бюджетные деньги? У власти, у государства нет своих денег, это все наши деньги, наши налоги, которые мы платим в разных видах. Природные ресурсы, нефть, они считают, что они нефтью торгуют, великие торговцы. Сейчас с ценой на нефть, вон что произошло из-за наших великих переговорщиков. Хорошо, цена на нефть, а нефть это наши недра, принадлежат российскому народу. А не этим чиновникам. Они почему считают, что это их право забирать из потока, делать глоток, как пел Слепаков в своей песне. Что думаете об этом, друзья? Высказывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Нам надо держаться вместе, только вместе мы села. Нужно пережить этот кризис и стать еще сильнее, чем мы были до этого. На этом все, до новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok